Иристон ТВ подкаст Только футбол Милан и основатель фан-клуба Милана В Северной Осетии И Дэвид Мамедов, спортивный журналист, который болеет сегодня за Интер все-таки Из всех участников Много хороших клубов, реально, кому я симпатизирую Манчестер, любимый клуб детства Интер Я бы на второе место поставил Но при этом я Милан тоже люблю, правда Посадили его рядом со мной Вот Ювентус не могу терпеть Я болею сегодня за Манчестер Сити Ну и в принципе мне очень импонирует Стиль Манчестер Сити, стиль игры Но давайте поговорим о шансах Перед этим я хочу показать вот этот шарфик Самого лучшего клуба в мире Шарфик футбольной команды Алания Владикавказ, который мы разыгрываем сегодня Здесь в прямом эфире И чтобы получить этот замечательный подарок Вам необходимо зайти в телеграм-канал Спорт и Ристона и оставить вопрос Под последней публикацией Где вот наши замечательные гости и находятся Самый интересный вопрос Автор самого интересного вопроса Получит этот замечательный приз Ну а теперь мы начинаем Ребята, во-первых, я обращусь пока к Завурбеку Что было вчера? Что это было? 3-0 от ПСЖ, ну прям 3-0 Вчерашний матч стал для всех, думаю, болельщиков Милана Большим расстройством Но стоит отметить то, что прекрасный Киллиан Баппе Он сделал свое такое дело Очень жесткое Ну в целом, конечно, в общем, картина игры Милана Давала какую-то надежду до определенного момента Но потом эта надежда, к сожалению, была убита Уже в начале второго тайма Ну и Парк Де Пренс, где играет, насколько я знаю, да, ПСЖ Очень крутая была поддержка, которая даже через экран передавалась И, конечно, тяжело было Милану При определенных проблемах именно в этом розыгрыше Лиги Чемпионов В силу того, что мы даже забить не можем Это у нас тянется еще с того сезона, к сожалению С игр против Интера в полуфинале Лиги Чемпионов Ну, надеюсь, ответ на игра с ПСЖ все изменит У меня в голове вопрос все это время Что было бы, просто фантазия такая Если бы Мбаппе не было в составе ПСЖ Как сложилось бы это? Я думаю, была бы более равная игра И я более чем уверен, что даже Милан бы с перевесом играл Просто реально личность Мбаппе очень большой Вчера сыграла роль Именно в каких-то индивидуальных моментах Дэвид сдерживается сейчас Я вот все это время смотрю, как же он сдерживается Ну, просто игра Я бы даже ее проецировал даже на предыдущий матч Милана против Ювентуса Тоже такой, достаточно важный Там точно так же Милан был неплох Но не повезло Не знаю, надеюсь, что следующий матч все изменит Ну, как так получилось, что Милан ни у Ювентуса не выиграл Я хотел, я хоть и чуть больше импонирую Интеру Но вот первая майка детства, это Милан у меня была И просто, может быть, Таранова нападающего не хватает Таким, не врагим лишь был? Не хватает, в принципе, нападающего как такового Потому что Альвье Жеру, при всем уважении к нему, уже года берут свое И класс, и уровень профессионализма, конечно, никуда не улетучились Но не хватает Потому что нынешние скорости в Лиге чемпионов Все-таки его чуть-чуть откладывают на другую полочку Так, в целом, думаю, Милан Шансы у Милана есть вообще? Шансы у Милана есть Это и математические, и теоретические, и, в принципе, игровые Потому что мы В первую шестерку команд, которые сейчас имеют возможность По версии многих тотализаторов и так далее Выиграть он не входит абсолютно? Ну, с нулем забитых в трех первых матчах, да Так куда шансы-то взяться тогда, если не выиграть? Шансы, я их беру с первых двух игр Матч с Нью-Каслом, это было полное деклассирование Как я бы так выразился Потому что там и статистика, и в целом матч складывался Второй же, и во втором туре показалось, как Нью-Касл полностью деклассировал ПСЖ Это группа, группа смерти, она на то и так и называется Потому что каждый может выиграть у каждого И все может произойти Второй матч с Боруссией Дортмунд Также складывался больше в нашу пользу Но, увы, мяч не пересек их По правилам эти ворота Поговорим еще про одну группу, где играет кто? Алла Мадрид, Реал И вообще, я удивился, что Заур болельщик Реала Который, ты сказал, что ты прям чуть-чуть не с детства Да, я с детства болел, Мадридский Реал Да, я вообще раньше был такой Заурбик поймет меня, агрессивный болельщик Я прям просто терпеть не мог к Барселону Это со времен кого? Карлос Раулерю? Нет, именно агрессивный остался времен Вот, когда Жозе Мауринио против Пеппа Гвардиола был И... Ну, просто Реал Мадрид нравится, как играет, если честно Ну, просто сама игра нравилась Как-то с детства вот та команда, да, Рауль Ильгеро и так далее И тому подобное Да, это топовые игроки И просто, я не скажу, что я очень Как вот Заурбей, как вот разбираю Как ты, может быть, разбираешься в футболе И, ну, я просто Могу сказать, что для меня футбол, для меня лига чемпионов Это вот какой-то Такой, знаешь, маленький Новый год Такой-то праздник Я прихожу домой Или там с ребятами-то встречаюсь, сижу Я просто отключаюсь от всего, от всех своих каких-то забот, там, работа, дела какие-то или еще что-то И прямо с таким удовольствием смотрю все, ну, любой матч, как бы Конечно, дам предпочтение, конечно, посмотреть Мадридский Реал, если будет возможность Каким-то другим топовым матчам, посреди тем же, например, ПСЖ Если бы играли вчера там Реал с кем-то и ПСЖ Милан Ты посмотрел? Я бы посмотрел бы Реал Ну, вот, ну, не знаю Как думаешь, шанс Реала на победу? Это Мадридский Реал, это самый титулованный клуб в мире Без каких-то там, все команды Милан, Интер, Сити, топовый тоже, я ничего не говорю Но мне кажется, Лига чемпионов, это именно турнир Реала Да, где они себя очень комфортно чувствуют И поначалу, честно, этого сезона я чуть-чуть нервничал Потому что ушел Карим Бензима, наш лидер такой команды Но у нас появилась новая звезда, это Джуд Биллингем Просто, что он творит, это, согласись за Орбек, просто невероятный игрок какой-то Ну да, Джуд Биллингем для меня также стал открытием Для своих юных годов Да, именно британец, чтобы перейдя из немецкой Бундеслиги Перейдя в испанскую И вот показывать такой уровень И тащить такой клуб вот такого уровня, как Реал Это вообще, это очень дорогого стоит Да, я сто процентов могу сказать, что это открытие года Ну, опять-таки, вот мое мнение Он в каждом матче практически забивает И забивает в таких матчах такие нужные голы Когда вот вроде бы его мячи спасают исход матча И мне в нем что нравится Он очень сильно готов психологически к тому, чтобы быть лидером Мадридского Реала Это будет с такой командой, да Венисиус, Родриго, Модрич, Кросс, Рудигер Ну, просто топовый, Алабо и так далее И вот он молодой пацан приезжает с Боруссией Никому, ну, по факту, да, там, он не был такой звездой, там, как эти игроки Которых там, он был звездой, там, он был известным игроком для любителей футбола Ну, например, может быть, мы с тобой бы, ну, честно, я о нем раньше не знал Он без обид, там, каких-то, опять-таки И он выходит, он так уверенно играет Он так на себя берет инициативу Как будто бы он воспитанник этой академии Или сын Карла Анчелоти, я не знаю, он так уверенно себя ведет И мне это безумно в нем нравится То, что он не боится ударить сдалека, он не боится Ну, он взял, так он стал лидером Ну, мое мнение, то, что сейчас это лидер команды Я более чем уверен, что он затмил Венисиуса Хотя все делали ставку на Венисиуса Да, да, он затмил Венисиуса И я думаю, сейчас, даже во время матча Мадельского реала В какой-то момент, мне кажется, нападающие ждут, когда он что-то сделает Вот Завар сейчас таким азартом в глазах рассказывает про футбол И мне интересно, ты что больше любишь смотреть, футбол или бокс? Я терпеть не могу бокс Я обожаю футбол Признание от чемпиона мира Я обожаю футбол, я просто... У меня даже племянники мои, мальчики двое Вот я их сейчас отдал на футбол тоже, потому что я большой фанат здесь Я всегда мечтал быть футболистом, но, как сказать, моя фигура... Мне пришлось за это тратиться, да? Не дала мне такой возможности А так, и я бы... У меня когда-то, если будет сын, я бы очень сильно хотел, чтобы он играл в футбол И я бы хотел быть, наверное, знаешь, само собой, там, если он в любом топ-клубе будет играть Ну, чисто теоретически Но я бы хотел, конечно, ходить на наш стадион и смотреть, чтобы мой сын в форме Ландии Играл в цветах Потому что я буду болеть за свою команду, это наша команда И я за них очень... Есть реально две команды, за которые я переживаю Ландии и Ландии и Ландии Да, реально, ну, без шуток, да Это я смотрю, вот, я захожу там в спорт, не у спорта, и я читаю, что там Ландии сделал И потом я захожу сразу на инстаграм Ландии и смотрю там, или в социальной сети какие-либо И смотрю там... Вот дай бог, чтобы когда-нибудь не было контраста между этими двумя командами Да, я... у меня много друзей в Ландии играет Единственное, к шансам Реала на победу в Лиге Чемпионов Я помню, прошлый сезон, когда он даже не играл в финале На него принимали коэффициент на победу в этом турнире, да Даже без его участия А мне еще очень импонирует в Реале Хоселу Это тот вариант, это как Адурис, который в 35 играл на Евро и еще забивал до 39 Это, по-моему, именно... Также еще вот мне очень нравится, он травмировался, блин, фамилию Турок, молодой, 80-летний Эрда Гюлер Эрда Гюлер, да Я вот, опять-таки, какие-то матчи на Рейске с ним посмотрел И, ну, я подписан на Мадридский Реал в социальных сетях И смотрел тренировки, но он тоже возил их очень сильно Но, опять-таки, тренировка-то тренировка Как он себя покажет в матче Опять выйдя на Сантьяго Барнабилла, там многотысячную арену Мне кажется, там... У нас есть интересный вопрос в телеграмме в нашей группе Спорта Ристона Я первый зачитаю, перед тем, как, Дэвид, ты будешь отстаивать уже позицию своей команды Представим, что играют Манчестер Юнайтед времен Роналду и Фергюсона Против Реал Мадрида времен Роналду, Бензема и Бейла Так вот вопрос, кто бы победил и почему вы так считаете? Какой вопрос интересный Да, это, мне кажется, две топовые команды Там просто как... Это же как спорт Вот бывает, человек выходит на поле, на ринг, на ковер, не важно, в октагон И просто не его день Ну, такое часто бывает Ну, не пошло Вот так сегодня ты... Ну, не дано тебе сегодня выиграть А так, конечно, две равные команды Я даже, честно сказать... То есть, еще раз, Манчестер времен Роналду Манчестер Роналду Фергюсона Да Реал времен Роналду, Бензема и Бейл Я бы, знаешь, как ответил Я думаю, здесь бы рассудила Барселона Прекрасная Барселона, идеальная Барселона 0-9, 0-10 Ой, 0-10 Это единственная команда, которая остановила тот Манчестер Юнайтед Тот Манчестер Юнайтед был идеален Просто по всем позициям и все А сбалансированный Реал Мадрид времен Роналду Все-таки был слишком моментами заточен под Роналду И, возможно, бы это сыграло злую шутку с ними Ну и для меня, конечно, сравнивать Фергюсона и Анчелоти очень тяжело Потому что сердцем я считаю, что Папа Карло самый мощный тренер за всю историю А головой понимаю, что это сэр Алекс Фергюсон Это очень тяжелый выбор, очень две великие команды названы И поэтому я бы сделал 60 на 40 в пользу все-таки Фергюсона с Роналду А вот интересно, не менее, даже, я считаю, более легендарный МЮ, это 99-й год Кино Где команда именно была сильная? Ну, там ментально Именно, да, вот именно по характеру Мне кажется, они были прям такие ребята с двора, которые друг за друга бились Ну, они просто, они были мужики Вот реально, выходит, мужики С понятиями мужчин На поле, они не давали беду А вот, я знаю даже ответ на этот вопрос Но, тем не менее, легендарный Милан Да Какой год самый? Вот один год назови, прям единственный год Ну, я болею с 97-го года Все, что вживую я видел из этого всего Это, наверное, те, кто проиграли финал Ливерпулю Это самый великий Милан за всю историю Потому что я свою историю расскажу, связанную с этим Естественно, все понимают, насколько она для меня трагичная Я постараюсь кратиться То есть, это был такой вечер Мы собрались с соседями в Кабисе Там все мои старшие Мне там, сколько, 15, 16 лет И я, мы просто разговаривали После первого тайма, я им всем говорю Идите домой Вам на работу завтра, мне в школу Давайте уже разойдемся И потом, когда вот эта трагедия произошла На следующий день в школе Я вообще не разговаривал Это было очень, для меня это была как трагедия жизни И я помню, я после этого В этот же год написал письмо В клуб Что я там Поддержки? Поддержки? Не поддержки Там дата основания просто Милан основан 18 декабря И я на почту, помню, пошел Спросил, я говорю, сколько до Италии письма будет идти? Она говорит, месяц Я пошел к учительнице английского Она мне там И начали мы письмо Я там по-итальянски По-английски Внизу по-русски Еще я помню, карточку Гея Базаева Закинул туда Я говорю, это лучший игрок Нашей местной команды Я говорю Я помню, Джамблату Базаева Как-то эту историю рассказывал Он говорит, блин, наверное, Георгия Милан просматривал Он даже не знал Ответ был тебе на это письмо? Да, мне прислали в июле уже 2006 года Мне прислали три фотографии У меня до сих пор они в рамке стоят Там Пирлога, Туза и Зейдорф То есть это был первый момент в моей жизни Когда я лишился дары речи Это было Ну, это вот прям вот Я же говорю, многие бы после этого отвернулись бы от команды Для меня это стало прям вот катализатором Чтобы быть всегда И я считаю, что та команда была лучшей Просто она была максимально сбалансированной Максимально настроенной на результат И там не было ни удержания ничего Это была команда, которая могла обыграть любую в этот вечер Но Ливерпуль, конечно, удивил весь мир Фан-клуб Милана, да, в Северной Осетии Во-первых, я об этом не слышал Я узнал совсем недавно Мне стало интересно Сколько человек там? С чем-то, да, сказали? 130 человек Нас насчитывало в максимальный период И вы где-то реально собираетесь, садитесь и смотрите матчи Милана? Вот сейчас все болельщики Милана, на самом деле Вот давай для них информацию Может ваш фан-клуб пополнится новыми? Наш фан-клуб с 2016 года Мы собираемся У нас есть чат То есть у нас Мы, у нас Реальные просмотры на таком уровне проходят Когда мы в заведение заходим Все в майках, все в атрибутике Все на нас сторонние Так просто смотрят И не могут понять Потому что Милан, он как бы в Осетии Он не такой был популярный, как мы думали И когда каждого добавляешь Одно и то же все говорят У вас здесь столько Я думал, я один за Милан болею И вот так получилось, что Этот фан-клуб превратился в небольшую такую семью То есть, грубо говоря Любой вопрос залетает в чат И все, и налетают все Я тебе, брат, помогу Я там, я здесь Я номер этот знаю Сплотились вообще Да, то есть у нас бывали разные ситуации За это время А как к вам в клуб попасть вообще? Номер, телефон Любого милановского болельщика спросите Они все до нас знают И перестать за Сити болеть Я помню, когда Милан вывел Скудетта ваша Ну, последний, кажется, чемпионат Метро, друг-то в вашем фан-клубе находится Я видел, реально Там они когда-то видео закидывали Там какие-то социальные сети Там, как он говорит Все в атрибутике, все в форме Я удивился Я думаю, что в Италии он поехал Что-то, что он там делает Ниша Тагеев Это наша душа нашего фан-клуба У нас есть еще один Очень такой интересный Участник нашего фан-клуба Марио Это реально итальянец Ему 82 года Он болеет За Милан Ну, реально Вот с годов 50-х Чтобы вы понимали Это просто такая смешная история Я Мы как-то с ним обсуждали Ну, я на ломаном итальянском С гугл-переводчиком в руках И мы с ним разговариваем И я ему просто говорю Вот у нас играли Когда-то там Грен, Нордаль, Лид, Холм То есть это вот Ну, а я это только как Как книжках прочитал Вот только это Да, я, говорит, с отцом Когда мы ездили Я понимаю, что он живу И видел игру вот этих Ну, это шведская тройка Которую мало кто знает Ну, милановские болельщики Прямо они фанатеют И там реально такой случай Что он 7 лет Он говорит Вот мне было 7 лет Я, говорит, шел С утра развозил брикеты мясные То есть Потом шел в школу Быстро приходил уроки дел И шел либо на стадион Там либо куда Попкорн продавать И то есть вот так Смотрел за матчами То есть это очень такая Интересная история Вы можете вживую у него Узнавать очень интересные вещи Я думаю, что вы так и делаете Да, конечно Зал, есть вопрос интересный тебе В телеге у нас А не хочет ли Завра Иларов Перейти в Аланию На правах эксперимента Таран и форвард Бы нам не помешал Для решения Задачи выхода в РПЛ Казбек Хинчагов спрашивает Казбек, спасибо большое Я 3 года как уже не выступаю Думаю, там пару рывков сделаю Нам будет скорую везет оттуда А так Ну, Александр Овечкин Имел неплохой порой Ну, Александр Овечкин Действующий спортсмен Не забывай об этом Я 3 года уже Не спортсмен действующий Поэтому Ребята, помните Что мы должны будем Определить автора лучшего вопроса И подарить ему шарфик Запоминайте вопросы Есть еще вопросы Сразу озвучу Если одновременно По телевидению Будет идти боксерский поединок С именитыми боксерами За титул Чемпиона мира И Эль Классико Что Завр предпочтет Эль Классико Ну, уже, да Примерно ты ответил Интересно С каким бы счетом Победил бы Спартак Аланья 95 Нынешнюю Аланью Ох Какие каверные вопросы Граф Виталик Ну, думаю Думаю 9-5 Как 95 Там они просто Были бы Чуть-чуть получше Были бы, да Наша команда Сейчас, кстати Тоже очень Очень мне нравится Ну Я очень на них болею Да Там Мои друзья Хадарсов Батик Гурцыев Батик Ростик И так далее Я за всех переживаю Очень сильно Болею за всех Я тоже так Пошутил, конечно Ребята С сердцем Огромно Они отдаются Просто Вот это сам Да, вот Завр Бек Ты правильно говоришь Это самое главное Когда ты вот После Ну, не важно Каком ты спорте Не занимался Да, там После боя Матча Ты выходишь И у тебя к себе Нет вопросов Вот ты не сидишь И не думаешь Блин, я же Да, я же мог Дожать там Поработать И А когда ты выходишь И понимаешь Что я сделал все Что мог Ну Не получилось Не сегодня Значит И поэтому Да И поэтому Я очень безумно Вот я думаю Сейчас Клан не точно Вопрос По самодаче Времени все меньше И меньше Нам надо успеть Еще по максимальному Затронуть все вопросы Вопрос такой Как относитесь К женскому футболу Лаура спрашивает С юмором С юмором Я Ну, коммент Дэвид Я положительно Мне очень нравится Что Девочки Формируют в себе Характер Победительниц Это немаловажно И это Не В сторону того Я двигаюсь Что женщина Меня поддержат Феминистки Должна быть главной В семье Нет Но Мне кажется Что Перед любой проблемой Девочка Закаленная Футбольным характером Ну, она Спокойно Преодоли Почему именно Футболь Почему тогда Не Другая какая-то История Бои Борьба Не, не, не Не про это Мне кажется Что вот Именно футбол Он для девочки Очень органичен Мне кажется Что вот Более женские виды спорта Ну, наверное Здесь Очевидно Это гимнастика Да И теннис Где девочке Все-таки легче Футбол Фехтование Тоже Фехтование Соглашусь Да На кучу женских спортов Но женский футбол Это такая Ну, это Очень сильная Мука Для Для любителей От таких матчей Как классика Давайте попробуем Все-таки Понять Женский футбол Женский футбол Да, женская лига чемпионов Есть Мы же тоже видели Уровень Правда Немножко разный Сейчас, по-моему Премьер лиги В российской Даже разминка Перед финалом Да Давайте попробуем Понять Кто в итоге Выиграет лигу чемпионов Нам надо прийти К чему-то Кто это будет Мне проще всех Шансов на Ман-Сити Больше всех Ман-Сити Что-то Что-то Я касаю Ман-Сити Вот для себя Одну мысль Такую Недавно Родил Так сказать В голове Что Ман-Сити На данный момент Это искусственный интеллект Футбола Это реально То, что Эта команда Я не знаю Нужен ли им Сейчас уже Гвардиола Вот он сейчас Недавно Говорят Продлил Вчера По-моему Даже контракт Но нужен ли он им Чтобы вот эта команда Добивалась результата Я смотрю на нее В английской Премьер лиге И мне интересно Английская Премьер лига Самый сильный Чемпионат Давайте возьмем В российскую Премьер лигу Кого? В Ман-Сити Им же неинтересно Английская Ну Там и Зениту Неинтересно Увы Они сейчас себе Придумали Такое развлечение Отпустить Краснодар На какой-то Отрыв А потом догоним Не, просто Ман-Сити Это реально Ну Столько денег Потрачено Так Наверное Больше только Ладно Есть вопрос Еще один Вопрос опять К Зауру Как Ну Извини Тут ты сам Появая такая тема Как относишься К так называемому Поп ММА В том числе Непонятным Так написано Непонятным боксерским Поединком И треш-току Ради хайпа Спасибо К Поп ММА Я Сказать честно Ну Я Не могу Сейчас Как-то там Хорошо или плохо Отношусь Потому что В Поп ММА Сейчас есть Очень много Хороших Спортсменов Да Там Переходят туда Потому что Там есть Что там Есть деньги Ну Я Например Не понимаю Вот Дерется Например Был случай Просто дерется Там Тищенко Наш Олимпийский Чемпион по боксу По профессиональным Официальный бой Ибо Дерется Выигрывает поединок Олимпийский Чемпион Ему дают Там гонорар Там какой-то Ну Пускай будет 100 рублей Да Там Не знаю Точно И тут Какие-то Два Бывших Участника Телепроекта Дом 2 Дерутся И у них Гонорар Миллион И вот он говорит Я как Олимпийский Чемпион И мне дают 100 рублей А тут Ну Вот Я Да Поэтому А вот Футбол Сегодня Не становится Шоу Конечно Медиалига Сейчас есть Та же Ну вот Я добавлю В Кубке России Хотели вести Трэш-ток Реально То есть Эту инициативу Продвигали в РФС Это кто? Тренеры должны были Так Тренеры И один из футболистов То есть На пресс-конференции Должен был быть Трэш-ток То есть Инициатива такая Была в РФС Но ее не поддержали Это По-моему Для команд Которые соревнуются До стадии 1-16 финала Трэш-ток Трэш-ток В общем Футбол надеюсь Не поменяется В худшую сторону А если изменения будут То только Положительные Нам надо Отдать этот шарфик Кому отдаем? Я думаю Первый вопрос По поводу М.Ю. Фергюсона И прочего Очень глубокий Такой вопрос Би-би-си Пользователь Под ником Гагич Задал этот вопрос Поэтому Вот этот шарфик Достается вам Поздравляем с победой Ну что ж Наше время Потихоньку истекает Поэтому друзья Вам хочу сказать Огромное спасибо За то что Этим вечером Вы были вместе с нами Я надеюсь Что победит Самый сильнейший клуб А какой мы узнаем Уже совсем скоро Сливочный футбол Это был Только футбол Занимайтесь спортом Будьте здоровы Всего доброго Ирестон ТВ Подкаст Только футбол Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok